На сегодняшний день действительно они начали мероприятие по подготовке к мест базирования этой группировки войск. Но это перспектива весны, не раньше. Чтобы создать такую группировку войск, там цифра была и 50 тысяч, потом называли и 120 тысяч. Должна быть совместная группировка. Для того, чтобы это все разместить, подготовить казарми на жилой фонд для них. А Лукашенко туда выделяет в основном бывшие промышленные здания и заброшенные фермы в районе полигонов. То это не раньше весны. Он всегда согласен с Путиным. Но только потом, когда Путин его спрашивает, почему белорусская армия до сих пор не вступила в войну, он начинает говорить, что мы будем защищать спину российской армии. Мы не дадим, чтобы никто в российской армии спину не ударил. Поэтому уводит армию на учения в Брестскую область. И вдоль польской границы или вдоль границы стран Балтии начинает проводить какие-нибудь масштабные учения. Лукашенко готовит свою армию к войне, начиная с 24 февраля. Вот он как начал 24 февраля внезапную проверку боевой готовности войск. По сей день... Самый максимальный эффект от наступления Беларуси был в первые 7 дней после 24 числа. То есть сейчас мы не просто знаем об этом, мы не просто готовы к этому, но и ситуация с их стороны гораздо хуже, чем в первые 7 дней. То есть если это решение будет принято, то оно повлечет за собой эффект гораздо меньший, чем в первые 7 дней. Что произошло за это время, за эти 7 месяцев? Россия повывозила оттуда огромное количество техники со складов Беларуси. То есть если вы вывозите технику, и если вы вывозите снаряды, то простите, как вы собираетесь воевать? Ну то есть все эти снаряды нужны для того, чтобы вести долгие боевые действия. Если вы их вывозите, то о какой войне можете идти речь? Это не значит, что этого теоретически не может произойти. Я просто говорю о том, что эффект от этого уже будет гораздо хуже, чем если бы это было в первые дни. Это первый момент. Второй момент, это, естественно, давайте об этом не забывать, это моральное состояние белорусских войск. Они прекрасно понимают, что все вот эти вот крутые десантники, которые высаживались в Гастомире, они просто-напросто все мертвы. И говорить уже не с кем. Белорусская армия все это видела. Видела эти огромные эшелоны мертвых русских, которые возвращались из Украины. И как бы вам сказать, но я не думаю, что это не ехало никакого эффекта на их войска.